МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Матвей, разработчик классного приложения под названием Реплайо. Ну что, Матвей, расскажи, пожалуйста, о своем проекте. Ну, проект Реплайо – это то место, где люди могут задавать вопросы другим людям и получать на них ответы в видеоформате. В этом вся суть. То есть, получается, это как спрашивают, да? Хоть я ни разу не пользовался, но... Ну, как бы не спрашиваю, но... То есть человек задает вопрос... Да, кому угодно. И тебе... кому угодно. И после этого тебе видео-ответ. Да. То есть видно все эмоции, видно все, что делает в данный момент, где он находится. Угу. Угу. Начали мы это примерно полгода назад. Мы вообще с друзьями всегда любили... Ну, мы любим пользоваться соцсетями. И часто было так, что нам хочется спросить что-нибудь у известных людей, и мы пишем им в комментариях или там во время прямых эфиров, но там столько спама, что они никогда не видят этого. И нам отвечали там... Ну, мы сотни раз задавали вопросы, а отвечали нам там пару раз буквально всего. Ну, конечно, да, куча спамов, и как это возможно, но... И мы подумали, что было бы классно создать такое приложение, где... Напрямую. Да, где можно было бы задавать вопросы. Скажи, пожалуйста, я знаю, что у вас в приложении пользователей, да, получается, чемпионка... Чемпионка WNBA. То есть это женская... Капитан сборной. Да, капитан сборной России по баскетболу. По баскетболу. И ты сам... Евгения Беликова. ...занимаешься баскетболом? Ну, нет, я просто люблю баскетбол, но не играю. Почему? Ну, у меня не плохо получается. Ну, вот расскажи о ней, как вы к ней, и как вы ее попросили, чтобы она была в приложении Реплайо? У нее есть... был блог на сайте Спортс.ру, в котором она рассказывала о своей жизни в Америке, в тот период, когда она играла в команде Лос-Анджелес Паркс. И тогда, кстати, она стала чемпионкой WNBA. Вот, и я подумал, что раз она ведет блог, она должна быть... человек достаточно общительный, и ей будет нетрудно. И я просто написал в инстаграме, Евгения, здравствуйте, вот теперь пишет вам Матвей. Мы с друзьями создаем такое приложение, рассказал о нем, скинул ей ссылку на скачивание. После чего, ну, как бы я подумал, ну, наверное, она не ответит. Но я сидел в приложении и смотрю новый пользователь Евгения Белякова. Я такой, о, серьезно? Сразу первый вопрос ты задал. Да. Какой вопрос был? Я спросил о том, какие у нее были ощущения по поводу того, когда она перешла... Ну, европейский футбаскетбол и американский различаются, я вот спросил у нее про эти различия. Ну, и она ответила, что в Америке намного более быстрые скорости. Скорость движения, бросков, перемещения. Ну, то есть дело в атлетизме. Это функционалка, конечно. Ну, вот расскажи больше нам, Матвей, о функции приложения. Ты можешь даже показать? Да, хорошо. Просто я тоже хочу себе скачать приложение. А где можно скачать? Веб-сторе. Веб-сторе? Мы попадаем во вкладку потоки, да? Здесь мы видим все те ответы людей, на которых мы подписаны. Вот здесь их много. Ну, давайте мы что-нибудь посмотрим. Вот у нас есть девушка. У нее спросили. Я даже представлю, что... А что спросили? Если бы одна половина торцы или ноги твоего тела была сосиской, то какая часть была бы сосиской и почему? Вот она дает ответ. Если моя верхняя часть стать сосиской, как я смогу отвечать в реплайон? Естественно, я предпочла бы, чтобы сосиской стала моя нижняя часть. Вот еще. Можно же логически подумать и не задавать вопросы. А кто задал этот вопрос, интересно? Анонимный. Нет, это... Анонимный, пожалуйста. Хорошо, анонимный. Дальше что получается? Вот скачал, хорошо, зашел. Покажи нам, пожалуйста, главную страницу. Ну вот, она выглядит так. Это вот потоки. Вот здесь вот все ответы, которые я еще не просмотрел. Потом у нас здесь есть подборка. Сюда мы добавляем людей, которые, как нам кажется, будут интересны другим людям. А в начале мы, получается, добавляем статус, профиль. Вот здесь мое имя, здесь мой теглайн, то есть то, чем я интересуюсь и то, о чем люди могут меня спрашивать. И как бы, ну и просто немного небольшое описание о себе. Я тут написал, что я пытаюсь быть крутым. Ага. Вот. Здесь вот видим, что на меня подписано 320 человек. Неплохо. Ну да, я подписан на намного большее количество человек. И тут вот мы видим ответы на те вопросы, которые я задал людям. Вот. Я, допустим, спрашивал у девушки, у нее имя Джулай-Джулай. Я спросил у нее, какое произведение, по вашему мнению, следует исключить и школьную программу, а какое добавить. Ага. Потому что у нее в описании было написано, что она является учителем литературы. Поэтому я задал ей именно такой вопрос. И она отвечает сразу. Да, и она отвечает. В течение какого времени и хронометраж ответа? Хронометраж у нас до минуты. До минуты? До минуты. Да. Одна минута. А если ответ долгий? Ну, нужно укладываться. Укладываться за минуту. Ну, ты мне говорил до эфира, получается, ладно, засняли все это на одну минуту, плюс еще отдельно снимают, и человек может сказать продолжение ответа. Ну нет, он просто может во время видео сказать, ребята, я не успею, а когда за одну минуту, пожалуйста, задайте мне еще вопросы. За эту минуту, говорит он. И как бы на следующем, в вашем вопросе я продолжу ответ на данную тему. Круто, круто. Ну, в мире такого нет? Пока нет. Пока нет. Дай пять. Вот такие у нас талантливые, мощные ребята. Продавать будешь? Да нет. Или это себе, все сам будешь, это с командой? У нас команда, мы все вместе. Сколько человек в команде, не говори имена и фамилии? У нас семь человек. В секрете? Семь человек? Всего семь человек. Все они где сидят? Где ваш пункт назначения? Ну, у нас есть офис в центре города, вот мы там сидим, пишем реплайю. И вот такой вопрос у меня возник. Когда вы решили стать именно тем, кем сейчас являетесь, разработчиком? Ну, не знаю. Что побудило вас? Ну, мне, если честно, всегда хотелось создавать что-то такое, быть ближайшим. А до реплая ты что-нибудь еще создавал? Может, игры, как обычно, у нас популярны? Нет. Нет? Нет. Я занимался, ну, тоже интернетом, но не таким. Матвей, тебе 18 лет или 25? 25. 25. Ну, не скажешь, что тебе 25 лет, спасибо. Вот. Так что, ты женат? Нет. Ну, дорогие девчонки, так все, давайте, хватайте Матвея и делайте свадьбу. И реплай мы будем развивать по полной программе. Да. Ну, расскажи, как ты находишь своих пользователей? Ну, все началось с того, что я запустил твит в Твиттере о том, что вот, ребята, мы работали над провожением, и сегодня мы готовы вам его представить. Вот, скинул ссылку на скачивание в App Store. Вот, и у меня очень много друзей в Твиттере, и они все меня поддержали, начали делать ретвиты, то есть репосты. Я знаю, что ты говорил, есть друг, который живет в Гавайи. Нет, это девушка. А, это девушка. Нет, мы ее не знаем. А, вы ее не знаете. Да, мы знаем только, что она как бы из Якутска, но живет она на Гавайях. То есть земляки поддержали? Да. И не только Гавайи, Канада? Гавайи, Канада, Прага, Лондон. Это же сарафанное радио. Да. То есть постепенно, постепенно, постепенно мы захватим весь мир. Будем стараться. Ну, еще что можешь рассказать о приложении, чтобы нашим телезрителям было интересно? Ну, вы можете задавать вопросы кому угодно, кто есть в приложении. В этом вся суть. Потому что, вот, допустим, Петр Говоров, может быть, кто-то хочет задать вам вопрос какой-нибудь, но стесняется к вам подойти, или не знает, где вам написать, или пишет, вы не видите. Я не знаю, Матвей, вот настаиваешь, я скачаю. И всем своим друзьям скажу. Хорошо, спасибо. Смотри, и это же интересно, ты можешь даже, не знаю, ну, Асину Сергеевичу Николаеву задать вопрос. Да. Егору Афанасьевичу Борисову. Запросто. Легко. Да. Владимиру Владимировичу Путину. Думаю, тоже можно. Ну, если скачают, когда Дмитрий Песков, руководитель пресс-службы, скачает это приложение, реплай, то без проблем. Любому человеку. Любому. Блин, это очень круто. Ну, все-таки, а что привело вас именно к этому? Какой толчок развития? Почему именно реплай и название реплай, что это означает? Ну, английское слово реплай, и вот это производная отняла. Почему мы решили делать именно это? Ну, мы очень, как бы, долго думали над этим. Ну, и решили, что вот это было бы классно, и самое главное, что нам это нравится. И вот все. После чего это? После инстаграма, после спрашивай. Ты, наверное, много раз задавал вопросы анонимно другим людям. Раз, мы это любим делать. Да, да. Такова природа. Ну, просто нам захотелось что-то сделать, и нам хотелось сделать жизнь людей интереснее, сделать жизнь людей лучше, как-то помочь им. И поэтому мы придумали реплай. Вот честно скажу, любые, не будем говорить этого слова, проблемы, да, получается, может быть, дороги ужасны, может быть, еще что-то. Ты сразу задаешь вопрос определенному руководителю, и не только. Да. Правильно? Собираешь общественность, и начинаете делать дорогу. Нет, это полезное приложение, я так тебе скажу. И можно даже собрать на тусу определенную, на вечериночку. В том числе. В том числе. Уже собирал, Матвей? Нет. Когда будет туса-то? Когда все, не знаю, пока нет времени. Позовешь всех нас? Конечно, обязательно. Да. Было очень классно, когда у девушки, у одной из пользователей наше провожение, мы узнали, что у нее скоро, ну, то есть мы спросили, как у нее дела. Она говорит, вот, все нормально, у нас подготовка к свадьбе. И потом кто-то спросил у нее вопрос, а мы просто сидели с ребятами в офисе, просматривали все ответы, зашли к ней и смотрим, а она прямо на свадьбе. И она снимается, вот, типа. То есть она сидит на главный стол, жених, невеста, и она задает вопрос. То есть отвечает на вопрос. И какой вопрос был? Как пошла свадьба, что-то вроде такого, кто-то из ее друзей у нее спросил. Находящийся там же, да, получается, на мероприятии? Не знаю, все классно, потом мы уже сами отправили ей поздравления, там, с днем свадьбы и так далее, и она вот прямо за праздничным столом, вместе со своим мужем, они сняли себя, сказали спасибо. И еще вопрос возникает. Как окружающие воспринимают ваше развитие и ваш успех? Очень хорошо. Ту-ту-ту-ту, лишь бы не сглазили, да. Ну, на самом деле, очень большое спасибо всем тем, кто нас поддерживал. Первое, плюс все, нашим друзьям, родителям. Потому что прежде чем выкатить реплай на общественность, на общественный суд, мы тестировали его своими друзьями. Вот, они нам очень сильно помогли. Потом, когда мы выпустили уже в App Store, в открытую, нам очень сильно поддерживают якутияне, это прям вообще что-то нечто. Они пишут нам, помимо хороших отзывов, они пишут нам консультивную критику, они говорят, ребят, вот здесь было бы классно добавить это, я бы хотел, чтобы было вот это. И это очень классно, и всем нравится, и от этого хочется работать еще больше и больше и больше, и поэтому мы будем стараться сделать так, чтобы реплайо становилось все лучше и лучше. Какие сюрпризы наши подписчики, пользователи, телезрители могут увидеть еще? Ну, в скором времени мы добавим шеринг в соцсети, то есть вам задают вопрос, вы отвечаете на него, и можете сделать так, допустим, в свой твиттер отправить. Вот, я в реплайо ответил на такой-то вопрос, будет ссылка, заходите по ссылке, смотрите. Также в скором времени мы планируем добавить фильтры. Например? Ну, пожелания всех девушек, то есть чтобы там, не надо было краситься каждый раз. Вот, и как можно быстрее постараемся сделать версию на Android, потому что очень много людей... Вот, на Android. Да. И ты говорил, у кого-то тоже Android, мы не будем говорить у кого, давайте это будет секретом. Ну что, дорогие наши телезрители, мы рассказали о реплайо, коротко, подробные, интересные факты. Задавайте вопросы Матвею, заходите, скачивайте App Store, это прекрасное приложение. Ну что, Матвей, большое спасибо, а с дорогими телезрителями мы встретимся через некоторое время, никуда не уходим, после рекламы. Всем привет, привет, привет. Большое спасибо, что вы не переключаетесь, смотрите на ВК САХА, САХА24, программа «Летний эфир». Интересные гости, бесспорно. Я бы хотел их представить. И тема разговора «Бегущая Лена». А главный редактор портала «Киряко» организатор Туяра Алас. Добрый день. Также Туяра Алас пришла не одна, а со своей мамой, получается. Кетерис Алас, если где-то я допустил ошибку, заранее извиняюсь. Первая чемпионка среди женщин по марафонскому бегу в Якутии. Ну а также у нас присутствует Марьяна Васильева. Вы тренер «Сулус Спорт». Ну что, дорогие, как у вас настроение? Отлично. Отлично. И давайте мы расскажем нашим телезрителям, что за проект «Бегущая Лена» и когда будет. «Бегущая Лена» пройдет в этом году уже третий раз. В нем принимают участие женщины абсолютно без никаких возрастных и физических ограничений. За всю историю у нас самая младшая участница была 2 года, а самая старшая 89 лет. Да, да, да. Они пробежали дистанцию 3 километра. 3 километра я выбирала, исходя из того, что для человека, который никогда не занимался бегом или занимается, это самая такая не сильно большая, очень комфортная дистанция. Ее можно не обязательно бежать, можно пройтись пешком. То есть заставлять никто не будет? Никого не будет заставлять, потому что у нас участвуют еще, ежегодно поддерживают союз инвалидов нашего города, приходят с колясками, с детьми. В общем, это очень такое позитивное, яркое событие. Ну, я надеюсь, так. Надеюсь, так считаете. В этом году третий раз пройдет. Площадь Победы, мы всегда украшаем, все красиво, все по-женски, девчачьи. А, старт получается, Вера, да извини, что я перебиваю. Старт где будет? Старт у нас будет где торговый центр Кошелот. Оттуда в 11 часов у нас... Такую рекламу мы сделали. Да. Бесплатную, да. Оттуда будет бег. Сперва у нас три категории. В этом году мы получили очень много заявок от детей, поэтому решили для детей отдельно устроить забег. Также для любителей и профессионалов. Ну, надеюсь, что в этом году профессионалов будет побольше, потому что любителей у нас ежегодно становится все больше, потому что за все время проведения у нас приняли участие почти 800 желающих со всего города. Также вот недавно я получила заявку, целые списки мне отправляют. А куда они отправляют? Вам, Вера? Да, у нас... Фейсбук или еще? У нас онлайн-регистрация на сайте. На сайте. На данное время немножко там из-за технических неполадок не работает, но в любом случае мы получаем. Регистрация у нас будет на месте также. На месте получается. Так что, дорогие телезрители, приходим 27 августа. Куда? 10 часов площадь Победы. Площадь Победы. Спортивная одежда, хорошее настроение. Также в рамках нашего забега мы ежегодно уже устраиваем совместно со спортивным клубом «Соло-спорт» бесплатные тренировки для всех желающих. Вау-вау-вау-вау-вау. Это сильно. Да, об этом расскажет Марьяна. У нас в этом году она тренирует. Как все? Так, Марьяна, мы слушаем вас. Сегодня состоится третья заключительная тренировка перед стартом. В 18.30 в стадионе «Юны». Сегодня? Да, сегодня. Мы с радостью ждем туда всех желающих, девушек, женщин, детей. И там мы готовим участниц к забегу. Вот, например, да, Марьяна, перебью. Это вот видео, которое мы показываем нашим телезрителям. Бесплатные тренировки, да? Да. Что-то вроде этого? Да, да. Беговой клуб «Соло-спорт» уже успешно сотрудничает. Третий год уже, вот, с начала проведения вот забега «Бегущая Елена». Мы проводим тренировки, разминки перед стартом. И много желающих. С каждым годом их становится больше, что очень радует. Лично мои друзья. А какие тренировки проходят, вот, интересно? Это, я понимаю, бег, разминки, разминка. Может быть, групповые какие-то занятия? Ну, занятие одно групповое большое. Тренировка обязательно начинается с разминки, с разогревания. Потом уже небольшой кросс и специальные беговые, прыжковые упражнения. Делаем упор еще на работу с прессом, с руками и на ускорение. Это проблема, это проблема, да. Да, ускорение и в конце заминка, растяжка обязательно. Ну, это все получается на стадионах. Да, да. Так, еще, что наши телезрители и люди, которые дали заявки, придут 27 августа. Что они еще увидят? Вы узнали? Ну... Туяра, потом вы расскажете об этом. Ацулу спорта. Ацулу спорта мы проведем для участниц специальную разминку, очень энергичную, веселую, чтобы поднять всех. То есть флешмоб, да, под музычку? Да, да, чтобы поднять. На разминке поддержат участниц группы «Жаворонки». Это внутренняя группа нашего бегового клуба «Сулу спорт», где много участниц. Ну, девочек, женщин, которые занимаются бегом уже несколько месяцев, некоторые с нуля начинали и стали участницами якутского полмарафона. Кто-то 21 км побежал, кто-то дети. Вот я вижу у вас на скамеечке, грамоты и кубок. Вот. Расскажите, пожалуйста. Ага. Наш клуб, он для любителей, но у нас соревнования вполне серьезные. И как бы наша команда, вот внутренняя группа стала по итогам 17-го года лучшей командой «Жаворонки». Вот такая же грамота у нас есть. И мы этим очень гордимся. У нас занятия проходят по утрам, а в 6.30 утра, поэтому мы «Жаворонки». Заканчивается в 7.30. Это большая мотивация и позитивный настрой. Спасибо большое за ответ. Китарис, если я правильно говорю. Китарис, моя мама. Да, вот представьте, пожалуйста. Она моя муза, вдохновительница, потому что вся наша семья связана как-никак с бегом. У меня родители познакомились во время бега. Ты рассказывала, да, во время интервью. И моя мама всю жизнь занимается бегом. Мне хотелось как-то это рассказать людям, во-первых. Во-вторых, о том, что... Извините, я перебью, да, Вера, да? Прекрасно выглядите, Китарис. Спасибо. Да. Да. И мама у меня занимается вообще историей спорта. Нам много чего может рассказать. Угу, слушаем. Спасибо. Спасибо за предоставленную возможность немножко... Я перебью еще, да, извините, да, Китарис? А вы прилетели... Из Канады. Из Канады. Да, да. Вы там уже проживаете сколько лет? Пять лет. Пять лет. Ну, все, больше не перебиваю. Слушаем. В далеком 1982 году в Якутии проводился первый марафон среди женщин. И тогда я закончила Иркутский техникум физкультуры и спорта. И я начала работать инструктором спорта в обществе «Урожай». И тогда тренер Харитонов Павел Павлович предложил нам пробежать вот этот первый марафон. И, естественно, мы согласились. И у нас были короткосрочные сборы. И в 1982 году, 10 сентября, у нас был старт дан. И мы пробежали вот этот первый марафон. Я хочу сказать, что это не только... Якутия – это вообще спортивная республика и республика энтузиаста. Потому что женский спорт, марафон на длинные дистанции имеет свои истории. И она очень короткая история, но очень богатая и яркая. Потому что только в 1984 году 3 километра включили в Олимпиады. Представьте себе, в 1984 году только допустили женщин на бег на 3 километра в Олимпийских играх в Лос-Анджелесе. И представьте себе, и в 1988, и в 1992, и только в 1996 году у нас получилось, что женщины включили... Изменили дистанцию на 5 километров. И в 1984 году впервые пробежали... В 1984 году пробежали только 10 километров в Олимпийских играх. и в 87-м, и в 80-м, да, и марафонский бег допустили только, в 84-м году тоже самое, да, и получается, что наша республика провел 10 километров среди женщин первых. Вот представьте себе, да, это очень, это событие такое большое, потому что спортивные чиновники и в мира, и в России считали, что женщина приобретает как бы мужеподобную фигуру, и обрастает, да, и обрастается своими волосами там, и самое смешное, сейчас смешное, но тогда было очень серьезное дело, говорили, что вывалится матка женщины, что она не может родить, представляете, вот, а сейчас у нас совсем другая история, и совершенно современные женщины, это женщины, которые дружат с спортом и бегом, и без которого не может существовать, и самое интересное то, что женщины в Якутии начали штурмовать более длинные дистанции, это тоже большая история, потому что среди мужчин нет чемпиона мира по бегу, а у нас есть, и наши рекордсмены, это Ширков Татьяна, Алиносова, Сыремятникова, я хочу просто их называть, Сыремятникова, и Анахина Александра, считайте, да, и Семенова Лариса, Анахина, это моя родная сестра, она чемпионка России и так далее, то есть бег это, это как бы основа нашей жизни, без которого мы не можем, и которая дает нам возможность быть здоровыми, красивыми и прекрасными. Да, это бесспорно, мне повезло, шикарный эфир, и хотел бы спросить по поводу книги. Да, я сейчас сделала себе подарок, мне 55 исполнилось, я решила сделать себе подарок, и заканчиваю книгу «Бег для женщин», в котором включено много очень интересных фактов, и я думаю, это будет интересно тем, которые будут заниматься бегом. И плюс к этому я 35 лет тому назад бегала 10 километров и решила в этом году, в связи с 150-летним образованием Канады, я пробежала вот эту свою дистанцию 10 километров, 1 июля. И я думаю, это было большое событие для меня, двойное, я думаю, и победа над собой. После 35 лет. Ну что, дорогие, большое спасибо, времени мало, к сожалению, я бы с вами поговорил бы еще. Давайте мы скажем нашим телезрителям, что 27 августа, воскресенье в 10 часов, 10.00, площадь... Победы. Победы. Все приходим, спортивная одежда, спортивная обувь и бегом. Замечательное настроение еще. И да. Ну что, дорогие, прощаемся ненадолго. Продолжение следует...